сегодня у нас ветер птица мотает туда-сюда птиц повернись к народу передом вот так так ребята едем мы с тренировки и естественно завернули на базарчик купили капусту сейчас приеду домой буду капусточку квасить а что что буду квасить или как наквашусь сезон подходит квашеной капусты вот а юра будет бочку мыть от гидрофора так что всем есть чем заняться слушайте на треша прям аж кайфанула с таким удовольствием и пилатес и бассейн и сауна после перерыва просто вообще кайф-кайф а юра завтра в баню идет тоже предвкушает обычно когда этой регулярно так заставляешь себя собираться там ехать а когда после перерыва так тянет так вообще дорога у нас идет через такую парковую зону очень люблю здесь ездить смотреть на деревья как все изменилось деревья стали такие графичные прозрачные и все все желто а между прочим у нас электротранспорт не ходят до сих пор уже третий день подряд трамваи не троллейбусы но пишут в новостях что пустили бесплатные автобусы по тем маршрутам которые сейчас пока что недоступны для трамваев троллейбусов из-за того что был ракетный удар по энергетике еще очень многие районы остаются без света но нам слава богу свет уже дали в нашем районе хотя мы были почти двое суток без света пока я была на треше юра сады ли сходили в салончик подстриглись аделька теперь у нас такая красивая уже не селянка уже понянка аделья покажись покажись такая хорошенькая теперь стала вот мы дома сегодня очень сыра как будто бы даже такое ощущение будто бы дождь шел но это на самом деле туман просто осел ветрено но ветер не холодный и опять куча куча листьев юра не успевают убирать те листья они опять падают падают весь газон опять в листьях и дерево смотрите какая черешня почти лысая стала за сутки ну что ж пора обедать а потом и за капусту возьмусь а лесом цветет красивенько плющ так сильно отрос с одной стороны красиво конечно вот эти плети такие у него классные шикарные просто с другой стороны он же под ними там будет сохнуть поэтому надо их обрезать конечно так викуся хватит бродить пара мужа кромить смотрите у нас новый гаджет купили дробилку для веток шрёдер правда бэушный но новый я не знаю можно сколько раз ошиба обжигались на этих бэушных всяких примочках посмотрим как он будет себя вести сейчас нам но нам же вообще очень очень нужна такая штука особенно туда в закарпатье вы же помните как как намного туда требуется мульчи теперь чтобы закрыть весь этот черный материал ради этого юра даже не поленился полезть на дерево и это и испилить новую испилить новую ветку давай уже там еще парочку заодно все равно нужно будет это все обрезать вон ту самую толстую длинную что вверх идет сейчас будем тест тест драйвить давай сосредоточенный такой озабоченный я не знаю чем она ничем не проталкивается рукой нужно запихивать давай попробуем включать оба на вот так далее и 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 что вуаля мульча проверим фракцию а ну давай показывай хорошая хорошая мульча так вкусно пахнет свежим деревом абрикоской точно посыпем пришел надо только подметать еще да хорошее не будем не будем никуда сыпать будем собирать и потом туда отвезем где мы там возьмем столько из леса разве что натащить там палок сухих вот вот три небольших палочки четверть ведра мульчи замульчировать какой-то можжевельничек один как раз не не ну такая приятная такая пахучая прелесть ну и раз такое дело мульча пошла под гортензии которые посадила вот в начале сентября и вот сюда еще о как это гортензия очень быстро пожелтела тоже буквально за сутки это у меня рембрандт роса глори отчеток матрона я его подстригла в сентябре а он пошел цвести по второму кругу все равно красиво вот глубокая осень а все равно красиво а ну вот の Å ну 2 по 5 Такие краски, да? Ну что, друзья, принимаемся за капусту. Заквасим ее по моему любимому рецепту. Рецепт, проверенный уже несколькими годами. И именно на нем я и остановилась, и больше не делаю ни по каким рецептам. В общем-то, все очень легко, все очень просто. Нам нужна капуста, нам нужна натертая морковка, соль, не ядированная. И еще один секретный ингредиент, о котором я скажу попозже. Так вот, капуста. Да, рецепт легкий, но есть нюансы. Начинаем с нюансов. Капуста должна быть плотная, ни в коем случае, конечно же, это не должна быть молодая капуста. Капуста у нас осенняя, хорошо вызревшая, и она должна быть плотная, твердая и белая. Не зеленая, белая. Дальше. На каждый килограмм уже пошинкованной капусты берем одну крупную морковку. Морковку у меня уже потер Юра, потому что, ну, любит он меня и помогает очень часто. И еще нам нужен один остро отточенный нож. Итак, начинаем шинковать капусту. Кто ножом, а счастливые обладатели шинковок могут, конечно, и применить этот сложный девайс. И приготовим еще вместительную емкость. У меня вот такая миска, где бы мы эту капусту могли свободно перемешивать. И она у нас не падала ни на стол, ни на пол, и вообще никуда. Шинковать капусточку стараемся тоненько и длинненько. Этот рецепт пару лет тому назад уже был на моем канале. И тогда очень многие мои зрители его повторили и писали в комментариях, что на самом деле очень удачный рецепт и очень вкусная капуста получается. И я тоже вам подтверждаю, что по этому рецепту капуста всегда получается очень хрустящая и пикантная. И она годится для абсолютно разных блюд. Ее можно и тушить, и делать солянки, и делать различные салаты. И, между прочим, одесский желобский салат с ней получается. Очень вкусно. Помните этот рецепт вкуснейшего и простого салата, который очень любят одесситы? Салат на скорую руку. А я еще очень люблю винегрет именно с этой капустой. Ну и, конечно, классика. Посыпать луком, полить ароматным маслечком подсолнечным сырая семечка и под горячую отварную картошечку. Когда наша капуста уже нашинкованная, нам надо ее взвесить. Для того, чтобы точно знать пропорции соли. На каждый килограмм капусты идет одна столовая ложка соли без горки. Ровно с краями. Не надо солить больше. Лучше не досолить, чем пересолить. Поверьте, будет вкуснятина. Все, капуста у нас посоленная. Теперь ее нужно перемешать. Мешать надо довольно нежно. Вот не нужно ее сильно сжать. Не нужно ее жмякать. Можно слегка так перетирать. Но не надо это делать, знаете, изо всей силы, так сказать, со всей дури. Нежненько, нежненько. Она и так сок пустит. Она уже вот, уже пускает сок. Уже молодец. Прямо вот так вот из-под дни заберем. Перемешиваем и слегка в это время вот так вот передавливаем. И пусть она немножечко, минут 10 постоит. И только потом добавим морковку. Почему? Чтобы морковка сильно не окрасила нашу белоснежную капусту в оранжевый цвет. Если вы любите оранжевую, то, пожалуйста, добавляйте прямо сейчас морковку. Прошло 15 минут. Давайте проверим, как там чувствует себя наша капуста. О, смотрите, она дала достаточно сока. Так, вот видите, сколько. Прямо очень хорошо. Много сока. И теперь самое время добавлять наш секретный ингредиент. И вот он, наш секретный ингредиент. Ловечка мёда. Ловечка мёда столовая без горки на каждый килограмм капусты. И добавлять мёд нужно именно на этом этапе. Когда капуста уже дала сок, тогда мёд очень хорошо растворится. Капусту с мёдом нужно ещё раз перемешать. И сейчас не нужно ничего ни жамкать, ни жмякать, ни тискать. Просто аккуратно перемешать, загребая вот так вот со дна. И дать ещё минут 5 для того, чтобы мёд полностью растворился. Давайте проверим, растворился ли наш мёд. Да, сгустков больше мёда не видно. Сока намного увеличилось. Смотрите, сколько много сока. И если вы сейчас попробуете, вы не удивляйтесь и не пугайтесь, что капуста вам покажется слишком сладкая. Это нормально. Когда она заквасится, вкус будет самое то. И именно вот эта вот сладость первоначальная, мёд, придаст неповторимый такой смак вашей капусте. А сейчас самое время добавить морковку. Ещё раз очень аккуратно перемешать. Ни жамкая, ни жмякая. Ни преминая. Сделать массу однородной. Именно так у вас будет шанс, что пигмент морковки не смешается с капустой и не даст ей ярко-оранжевый цвет. Но всё-таки это ещё зависит и от сорта морковки тоже. Всё. Теперь можно перекладывать капусту в подходящую ёмкость. А вот здесь на этапе укладывания капусты в ёмкость очень важно, наоборот, её очень хорошенечко умять. Это можно сделать чем вам угодно. Вот у меня такая есть качалка. У неё такая история интересная. Может быть, когда-то расскажу. Это ещё моя прабабушка причастна к этой скалке. Она её когда-то вырезала из лопаты, из старой. Потому что приехала в гости и захотела делать вареники. А скалку не нашла. Пошла во двор, вырезала из лопаты черенок. И вот у меня хранится до сих пор эта скалка. А можно вот так вот кулаком, если рукава идёт хорошенечко, не дать шансу воздуху там остаться внутри. Так-так-так. Ну что вам сказать? Я вижу, что моя капуста не поместится в эту большую банку. Немножечко осталось. И поэтому придётся мне её перекладывать. Ха-ха. Притащила я, Вика, два керамических бочонка. Между прочим, оба бочонка ещё бабушкиных. И подумала, что в коричневый тоже не поместится, но будет ровно с краями. Значит, придётся ставить в этот бело-голубой. И туда как раз будет удобно поставить банку. Ну, как груз. И тогда ничего не будет переливаться через край. Замечательно. Утрамбовала. Вылила весь сок. Сок полностью покрыл капусту. Это очень хорошо. Сейчас ещё под гнётом она ещё больше поднимется, этот сок. И значит, не будет образовываться плесень на самой капусте. Так, вовнутрь тарелочку. А-ха. Нет. О! Отлично. На тарелочку, баночку потяжелее. И вуаля! Три дня стоит просто на кухне. Затем выносим в более прохладное место. Допустим, на балкон, на лоджию или на летнюю кухню. И не нужно её как-то тормошить, как-то прокалывать, как часто рекомендуют. Она и так прекрасно просолится. Ну, а у меня на этом на сегодня всё. Не забудьте поделиться своими любимыми рецептами квашеной капусты. Всем пока. Тихой ночи. А кто досмотрел до конца, поставьте, пожалуйста, плюсики в комментариях. Мне интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!